Всем привет! Это Вороний Алексей и сегодня я буду рассказывать вам об интересном проекте. У нас сегодня будет интервью. Это продолжение цикла передачи боль, бизнеса, антикейсы, но в то же время мне хотелось вам показать интересные кейсы. И тут недавно так случилось, что я встретился с ребятами, мне показалось очень интересный проект и решил сделать у них интервью. Ну и также я, наверное, задам несколько провокационных вопросов, как обычно. Ну и надеюсь, что ребята честно и правдиво на них ответят. Ну что, ребят, расскажите, как вас зовут и что у вас за проект, и чем вы занимаетесь, и почему он потенциально может стать единорогом. Меня зовут Игорь, я основатель проекта. Ко мне пришла идея этого проекта. Наверное, попрошу ребят каждому тоже представиться и рассказать о себе. Меня зовут Марк, я с Игорем вместе начал этот проект и отвечаю в нем за техническую сторону. Меня зовут Вячеслав, я в данном проекте занимаюсь коврированием работы с клиентами, рекламными вопросами и, в принципе, отделом продаж. Знаешь, так это звучит не очень. В принципе, отделом продаж. Наверное, не очень правильно говорить, да. Возникают вопросы. Ну, шею, шею. Супер. Расскажите про проект. Наш проект появился год назад. Вырос он из боли. Дело в том, что я достаточно давно работаю в e-commerce. Работаю я, собственно, в интернет-магазинах. У меня несколько своих проектов достаточно больших. Как они называются? Интернет-магазин Bashop. Флагман мой основной магазин. Ему около 10 тысяч заказов ежемесячно в среднем, если считать. Большой магазин? Да, достаточно большой, вырос. То есть это не какой-то готовый бизнес я купил, я его растил с нуля. И основная боль, с которой, наверное, я сталкивался, это то, что не было адекватных исполнителей. То есть если исполнитель ей много чего обещал, то вряд ли он доводил этот результат до завершения. А если и доводил этот результат, то часто отличался от того, что я ждал, от чего я ждал. Ну, это обычная история, да. То есть ты пребываешь в некой эротической фантазии насчет того, что у тебя что-то есть, на самом деле, по факту или по итогу каких-либо действий, понимаешь, на самом деле, этого не было. Хорошо, что еще, если ты на это смотришь, на результат. Обычно люди не смотрят на результаты. Ну, это то, что мне, как раз, и было всегда интересно. Я в рамках магазина тестировал большое количество существующих сервисов исполнителей. То есть начинать там от CMS для магазина, заканчивая CRM-систему, изучал их сам. И я понял одну большую боль. То, что перейти с одной CRM-системой на другую, это очень сложно. А пока не начнешь работать с CRM-системой, ты не поймешь, насколько она качественная. Пока не начнешь работать с исполнителем, тоже этого не поймешь. И вот есть такие... То есть AMO-серв тебя не вдохновил? Ну, честно говоря, не очень. Нормальная система, но есть гораздо лучше. И в итоге родилась идея создать сервис, который будет помогать магазинам, e-commerce, да и в целом бизнесу. Вот таких вот золотых исполнителей и сервисов, которые действительно хорошие, которые работают, им можно объяснить, какую пользу и какие плюсы они приносят, передавать их, собственно говоря, конечному бизнесу. Мы объединили их в рамках одного агрегата аутсорсинга. Того, чего не было на рынке, создали самостоятельно. И он называется? И все это называется проект Helping. Супер. И что же вы на выходе? Какой продукт? На выходе наш продукт достаточно простой. То, что к нам может прийти предприниматель или, скорее даже, мы часто приходим к предпринимателю. Аудируем бизнес, изучаем какие есть проблемы. Мы предлагаем решения, основанные как-то на собственном опыте фактически. Как же вы масштабируетесь? Это довольно затратная штука с аудированием. Я честно скажу, что основной источник масштабирования – это сарафанное радио. То есть клиенты нас рекомендуют. Какая самая большая боль в этом мире? Самая большая боль, наверное, заключается в том, что качественных исполнителей находить очень сложно. То есть расширяться именно не с клиентом, клиентов достаточно много, а именно находить вот те золотые сервисы или исполнители, которые есть на рынке. Да. Мы немножко общались с ребятами до съемки, я несколько задумал вопросов. И меня поразила одна история, что у них нет проблем с заказами. То есть это такая интересная история, что нет проблем с заказами. Есть проблемы, так понимаю, с обработкой, наверное, да? Есть. Я так понимаю, что именно из этой боли родился следующий проект. То есть в муках родился проект некой автоматизации, насколько я понимаю. Да, совершенно. Расскажи, что это такое за проект, как он называется, в чем его суть? Проект называется ДНК бизнеса. В чем идея? Мы пришли к выводу, что многие проблемы, которые есть у предпринимателей, можно решить автоматическим путем. То есть автоматизировано практически без участия каких-либо исполнителей. Для этого мы написали собственную систему. Сейчас у нас уже есть конструкторы лендингов и CRM-система собственная. Но CRM-систем много, как и конструкторов лендингов. Наше основное преимущество то, что мы писали то, что действительно нужно на нашем опыте. Мы проверили. И плюс к этому всему мы еще пишем активное обучение. Чтобы человек мог не просто начать пользоваться, но и научиться, как это использовать. Чтобы продать это сначала себе, а потом своим сотрудникам. Отлично. А как вы совмещаете все это? Как бы конструктор лендингов. Я понимал, там и логистика, и склад, и колл-центр, и EMS, и CRM, и ERP, судя по всему, планируется, да? А как вы все это совмещаете? Дело в том, что все это объединено. Представляете, я вот предприниматель, мне нужно решить часть вопросов. Я прохожу с CRM, а потом ее надо с лендингом соединять. Потом желательно еще какой-нибудь Callback Hunter, а потом еще желательно что-нибудь еще подключить, какой-нибудь один склад, потому что в CRM этого нет. Как с этим? Уже готовые интеграции. Всего совсем у нас практически нет. А в каком виде это? Может быть, Mark расскажет? Есть единый сервер, через который, собственно, единый шлюз. По простым русским языком. Единая дверь. Это некая шина, на которую создается, как пазл накладывается. Такое модное, наверное, все-таки все с этим уже столкнули словом API. И через эту вещь мы подключаем сторонние сервисы и настраиваем, что данные из одной системы без проблем попадают в другую. То есть там заявка с лендинга без проблем попадают в CRM. О, супер. Скажи, ну как ты думаешь, какая самая большая боль у клиентов, которую вы решаете в текущем моменте? Автоматизацию. Они… Автоматизация такое слово, как… Хорошо. Менеджеры… Представь себе поле. Ты себе какое поле представил? Зеленое. А я магнитное. Вон так же слово автоматизацию каждый понимает. Он говорит, слушай, это 1С, слушай, это CRM. Вон блоки нет, это все-таки там еще автоматизация. Чего? Как же по словам автоматизация принимает свое? Мы убираем проблему, человеческий фактор при переносе данных из одной системы в другие. Они попадают, переносятся автоматически и менеджер не тратит время еще. У него остается время на то, чтобы позвонить лишнему клиенту и сделать лишнюю продажу, а не на то, чтобы заявку, полученную с сайта, перенести в службу доставки, либо склад, либо еще куда-то. Я правильно понимаю, что ваш сервис – это новый средний бизнес? Ну, ничто не мешает и выходить на крупный бизнес. Они тоже так же, и те же самые потребности. Они потратят даже меньше средств. В случае… в чем суть всего? Любая организация может без проблем сменить один сервис на другой. Если ему не нравится одна доставка, он очень быстро поменяет ее на другую, не тратя время и деньги на новую интеграцию с этой службой. И крупному бизнесу это тоже было бы интересно, потому что сегодня ты работаешь с одним подрядчиком, вышел на рынок новый, без проблем его подключил без дополнительных крупных затрат. Абсолютно. Крупному бизнесу это особенно интересно, потому что даже вот мой магазин, для меня переход с одной системы на другую занимает очень много времени и сил, потому что приходится прогрязать новый путь. А если он уже готов – это замечательно. В маленьком магазине как раз это идет проще. Крутой проект, мне нравится, интересная история, мне было бы интересно, да. А какие основные каналы продаж у вас планируются, какие основные боли и нуждаетесь ли вы инвесторов? Основные каналы продаж у нас… один из них – это Сарафана радио, но далеко не только наши партнеры, они знают о том, какие услуги мы указываем. То есть партнеры-агенты? А, партнеры-агенты и партнеры-партнеры, я бы их так сказал. То есть те партнеры, которые, собственно говоря, мы приложим склад. Вот у нас есть партнеры. От него идет огромное количество клиентов, которым нужны совершенно другие услуги, но он их предоставить не может. То есть нас постоянно рекомендуют. Также партнеры-агенты, да, совершенно верно, это те партнеры, которые работают за квадрокомиссию с нашим сервисом. То есть это их фактически заработок. Нуждаемся ли мы в инвесторе? Скорее да, чем нет. То есть у вас очередь из клиентов, зачем инвестор? Это очень как раз-таки взаимосвязанные вещи. Очередь из клиентов есть, но для того, чтобы нам быстрее расти и обслуживать эту очередь, нам нужно инвестиции. Сколько вы растете? Вот какой у вас сейчас текущий рост примерно в процентах в месяц? Я бы сказал, что это около 150-200 процентов. В месяц? Ну просто еще маленькие. Давай так, прогнозные. Давай не будем пугать цифрами 150-200 процентов в месяц. Сколько вы планируете в год вы растете? Ну, давай так, в количестве клиентов до конца года. Сколько вы планируете? Я отвечу на этот вопрос несколько иначе. Дело в том, что мы планируем запустить, вернее, мы уже запустили свой сервис ДНК бизнеса. И это совершенно другая история. Там не нужны люди, там нет человеческого фактора. И вот там как раз-таки будет очень быстрый рост в количестве клиентов. То есть его даже в процентном соотношении называть будет для нас странным, потому что он не сравним с тем, что и сейчас. А сейчас сколько клиентов? Сейчас клиентов это около, около сотни где-то клиентов. Угу. Это которые платы, это которые? Да. Которые мы работаем, которые планируем. Ну, планы до конца года сколько? Клиентов именно в Help, например, я разделил его с ДНК, я думаю, что их удвоить количество. А если брать ДНК бизнеса, то там, я думаю, что мы говорим о несколько тысячах клиентов. О несколько тысяч клиентов? Хорошо. А несколько десятков тысяч возможно? Вполне возможно. Это вопрос только, опять же, роста и возможно инвестиции. Ну, понятно. Итак, Слав, скажи вот, по самой большой фрел, по самой большой удаче, как ты думаешь, что человек, отвечающий за продажу, какие у вас перспективы? Ну, у меня много фрел было, конечно, в моей бизнес-карьере, скажем так, но один прямо самый запоминающийся, который меня тогда сильно подкосил, но потом наоборот дал мне силы, это я вообще занимаюсь товаркой, то есть продаю товары через одностраничные сайты. И я сотрудничал с одной из партнерских программ, вот, и мы с ними так мясо бесить. Да. Мы с ней так сдружились хорошо, что и у меня как раз объемы пошли вверх, и мы с ними много работали на доверие. Работали, работали. Я тебя кинул? Да, в один прекрасный момент, да. Оказалось, что в целом деле они нам лили фронт, то есть не настоящий закат, и мы влетели на 2,5 миллиона денег, вот так. Как он назывался теперь? Или называется? Не, я не хочу назвать, потому что мы с ним подружились потом опять, но все решили, вот, не деньгами, а так. Поэтому я бы не хотел. То есть они тебя убедили, что они тебе не должны? Нет, они мне отдали часть денег, и часть потом вернули еще другими услугами. Услуги, которые мне не были нужны. Неселая, да? Да. А касательно продаж, я думаю, что Игорь немножко скромно говорит о своих ожиданиях, потому что, ну, если говорить о нашей автоматизированной системе, как раз про ДНК бизнес, то там мы ничем не ограничены, увеличится там и до десятков тысяч. Ну, пару, 10-20 тысяч клиентов получить уже к концу этого года. Ну, отлично. А как вы планируете делать? Я вообще не представляю, как вы планируете там 10 тысяч клиентов, то есть, в принципе, теряем систему там, ну, на IP, на еще что-то. То есть это не так мало. То есть у нас, в принципе, в месяц IP-шников очень регистрируется, там, от 30 до 50 тысяч, и еще примерно столько же умирает. То есть вообще количество компаний, ну, примерно 10 тысяч, около 2 миллионов. Вообще, в принципе, в России. И, в принципе, они все чем-то пользуются. Вот как вы будете завоевывать эту историю? Ну, они все чем-то пользуются. В том, что и проблема, что чем-то непонятна. Ну, как? АМСРМ, Терасофт, А1С, БПМ онлайн, там, куча всего есть. Битрикс, наконец, Мегаплан. Кто-то считает, что Мегаплан – это СРМ-система. Я не так давно проводил занятия по СРМ-систему. И я попросил поднять руку, кто знает, что такое АМСРМ. Подняли практически все. Кто когда-либо пользовался или у кого есть СРМ-система АМСРМ. Подняла, ну, где-то больше половины. Я сказал, оставьте, пожалуйста, лежать руки те, кто довольны. Осталась одна рука. Какой антикейс АМСРМ? Не знаю, стоит ли его упоминать. Ну, почему нет. Ну, это и правда. И самое интересное, что это одна рука, я спрашиваю, что вы давно пользуетесь в 2 недели. Ну, да. Вот если говорить про большие бизнесы, у меня жена работает в арт-классе, например, и у них весь учет клиентов ведется в блокнотике. А это, ну, очень серьезная, крупная сеть. И там большое поле для нанесения СРМ. Слушай, а почему еще эта крупнейшая фитнес-сеть не ваш клиент? Потому что мы с ними уже общаемся, поэтому я с их руководством общаюсь. Ну, супер, отлично. А скажите, какие вы видите точки роста еще, в принципе, вот, в малом бизнесе? Как вы думаете, вот как малый бизнес изменится в будущем? Какие точки роста? Сейчас вы все говорят, малый бизнес, давайте подумать, малый бизнес. И вы, как те ребята, которые себя прокасаются с малым бизнесом не понаслышке, вот как вы думаете, какая все-таки точка роста в малом бизнесе? Куда им смотреть, куда им бежать, что делать? Я думаю, что основная точка роста, маленький пример. Я, когда учился кататься на сноуборде, 5 лет учился кататься. И когда я научился кататься на сноуборде, я на 2 месяца занимался инструктором. Так вот, пять лет самому или два года с инструктором разница очень огромная, два месяца, я прошу прощения. И когда я говорю о малом бизнесе и о наших сервисах, я, прежде всего, говорю об обучении. То есть мы не просто будем говорить, что вот, смотрите, очередная CRM-копал, но это, в принципе, я, мы не самая плохая CRM-система. Проблема в том, что у нас в негрине понимается, как я сделал аккаунт для себя и своих сотрудников, а не я научил своих сотрудников работать, я не показал им, что это интересно, здорово, что вам будет проще и выгоднее здесь работать. То есть основная точка роста для малого бизнеса, отвечая на вопрос твой, я думаю, что это именно умение продавать себе и своим сотрудникам те средства, которые увеличат мою прибыль. Слушай, прикольно, ну и давай последний вопрос, Марк, тебе. Как ты думаешь, какой самый главный фейл у предпринимателя вообще, в принципе, в жизни? Ну, если только он... С точки зрения IT-директора. А, IT-директора. С пользой, не блокнота. С пользой, да, блокнота. Тоже блокнота, да, но многие с Excel очень классные вещи делают, поэтому... Скорее всего, боязнь каких-то сервисов и начать переход работы с ними. А знаешь, вот я, знаешь, конечно, считаю самым большим фейлом, что, в принципе, мало подпринимаемых, по-моему, подразумевается какой-то такой небольшой бизнес, такой какой-то, знаете, там, типа, на коленочке что-то делают, там, катеджи торгуют, там, не знаю, какие-то кафешечки, еще что-то такое. А мне, знаете, как кажется, что если ты не IT-компания, то через 2-3 года ты точно будешь неконкурентен. Причем не важно, в какой сфере. И, там, или ты должен быть в развитии, в IT, в строительстве, недвижимости, там, в услуках, в товарке, в продаже. Ну, потому что такой тренд, так мир меняется. То есть, все больше и больше людей уходит digital, все больше и больше людей уходит онлайн, количество пользователей растет стремительно. И мне кажется, что все-таки в IT с мыслями не только интернет, вообще в совокупности, да, в том числе и автоматизация, в том числе и продажи и так далее. В плане увеличения, я соглашусь, но может, хлеб как пекли, пекут. Ну, конечно, если внедрить IT, внедрить там интернет, то этот хлеб можно продавать. Конечно, а если внедрить систему автоматизированную роботу, да, ну, там, там будет все дело. А если дальше проанализировать поток покупателей, какой хлеб, в какой момент, сколько покупают, то это уже подходить к машине, они будут передать. Ну, вот, я и говорю, что проблема, это как раз внедрение и шланг. А если автоматизированные процессы самого заменьшивания хлеба, то ты получишь стандартное качество, правильно? А если ты сделаешь анализ вкусов потребителей, поймешь, какой самый употребляемый хлеб, в какой момент, опять машина не убедает, да, ну, так далее. То есть, разная функция. Не можешь тратить деньги на другие. Да, ты можешь масштабироваться. Да, нет, но проблема в том, что люди и компании... Причем, конечно, масштабироваться индивидуально под каждого. Да. Мне кажется, что именно об этом ваш проект? Да, совершенно верно. Это наш проект об этом. И к тому же, вот, хочу добавить, что основная проблема, к которой мы сталкиваемся, как малый бизнес, среди, даже крупный, в том, что если они даже узнают о каком-то новом инструменте, то, чтобы его внедрить, проходит уже столько времени, что он становится совершенно новым, устаревшим. Ты держишься к консионному вопросу. А как вы думаете, вы можете стать ненароком, который компания прослежит миллиардов долларов? Я думаю, что не только можем, но это и есть наша цель. Ребята, амбициозные встретимся через полгода, когда спрашивают у вас дела. Ну что, всем спасибо, это был Алексей Варали. Сегодня мы общались с интересными ребятами проекта ДНК Бизнеса, проект Хелпин. Это полная автоматизация и интеграция всего софта, который есть у малого, среднего и крупного предпринимателя. Подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на мои социальные сети. Много интересных новостей, много интересных статей. Лайкайте, комментийте, репостите, выскаживайте свое мнение, делайте предложения. Итак, спасибо. С вами был Алексей Варалин и проект ДНК Бизнеса. Увидимся. Пока.